20 октября – Международный день повара. Профессиональную дату отмечают как опытные, так и начинающие повара. В Люберцах будущих специалистов обучают в техникуме имени Юрия Гагарина. С начинающими поварами пообщалась наша съемочная группа. Мы приготовим с вами холодные закуски фуршетные из овощей и фруктов. Давайте приступим. У вас у каждого есть набор продуктов на столе. Студенты 4-го курса Люберецкого гагаринского техникума по-своему отмечают профессиональный праздник – лабораторной работой. На столе ингредиенты для овощных и фруктовых закусок. Задание – сделать так, чтобы блюдо можно было подать на фуршетный стол. Для приготовления этой закуски потребуется всего 10 минут. Рецепт и внешний вид блюда ребята придумывают сами. Здесь-то и можно проявить свой творческий потенциал. Ведь еда должна быть не только вкусной, но и красиво оформленной. Гость, когда приходит и ему приносит закуску, он сначала наслаждается ее внешним видом, а потом же будет наслаждаться ее вкусом. То есть не менее важно, чтобы блюдо выглядело максимально аппетитно и красиво, чтобы его хотелось сразу съесть, а не откладывать на подальше. Максим Тежиков поваром решил стать еще в детстве. Сначала его бабушка учила готовить бутерброды. Чем старше становился Максим, тем сложнее были блюда. Одно из них – покет. Самодельная лепешка, в нем был соленый лосось, овощи, я добавлял капусту и корейскую морковку, и соус, трейки. Все обжаривается и запекается. Максим любит готовить рыбу, а его одногруппница Алиса Кокошкина предпочитает трудиться в холодном цеху. Как и сейчас – готовить закуски и салаты. Хотя начинала она кондитером. В детстве я посмотрела аниме по этой тематике и заинтересовалась. Первая твоя работа, первое блюдо? Торт из блинчиков. Между слоями была клубника и сливки. Большинство студентов четвертого курса подрабатывают в ресторанах и кафе. Впереди их ждет демонстрационный экзамен, на котором ребята проявят свои кулинарные способности. Они прошли очень много модулей по холодным закускам, по горячим, по горячим блюдам, по кондитерские и мучные изделия. Они уже самостоятельные, много что умеют. Ежегодно 20 октября старшекурсники устраивают мастер-классы для студентов первого курса. Делятся знаниями и своими секретами кулинарного искусства.